МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, это посткредит, я Людмила Батюшкина. Сегодня мы поговорим о, так скажем, по итогам 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана. У нас в гостях участник этой сессии, член Ассамблеи народа Казахстана и президент Гражданского альянса Кырганинской области Дмитрий Полторенко. Дмитрий Полторенко родился в Саратове, РСФСР. Окончил Саратовский университет имени Чернышевского по специальности менеджер-маркетолог СМИ. Работал в частном бизнесе. В Кырганде карьеру начинал директором ООО «Граждане Казахстана», где работает до сих пор. Был депутатом Маслихата Кырганды 7-го созыва, член Общественного совета Кырганинской области. Руководитель дизайн-студии Полторенко, президент Гражданского альянса, руководитель Клуба религиозных объединений Каргандинской области. У Дмитрия Полторенко двое детей, увлечением считает общественную деятельность. Любит готовить. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, какое у вас осталось вообще впечатление? Вы знаете, в первую очередь хочу отметить, что, несмотря на то, что я не люблю онлайн-формат, я приветствовал проведение данной сессии в онлайн-формате, потому что в настоящий момент экономия денежных средств, которая была сделана, это на самом деле было важнее, и это был правильный шаг. Так что именно то, что, как говорится, рука в данном случае держится на пульсе, и свернули большое, масштабное, красивое, классное, хорошее, вкусное мероприятие в онлайн-формат, это был правильный шаг. И, наверное, это первое мое впечатление того, что своевременное решение было принято. А второе мое впечатление, ну, конечно же, наверное, мне было очень приятно видеть там своего хорошего знакомого, нашего карагандинца, которого награждал президент Саша Урмашова, и то, что мы, Караганда, как всегда, на острие атаки, что мы есть, что мы вносим свой вклад в наше государство, в помощь нашим гражданам. То есть это было вот такое приятное, теплое чувство. Ну, и, конечно же, речь президента, где очень много вещей, которые были сказаны, коррелировали с тем пониманием ситуации, которая есть у меня. Наверное, даже правильнее сказать, я рад, что мое понимание ситуации коррелировать с тем, что говорит наш президент. Так что впечатление было погруженности определенной, насыщенности и, в принципе, удовлетворения от того, что я поучаствовал на данном мероприятии. По поводу паводков. Вот не знаю, может быть, я уже не помню, но мне кажется, нам, по крайней мере, физически помогали меньше, чем мы, в 2015 году, чем мы сейчас. Вы знаете, я отмечу, почему может быть. Определенные в 2015-2017 году мероприятия в Караганде были проведены. Мы недавно подсобирали круглый стол об этом, в принципе, и на этом вместе с депутатами нашего городского маслехата, с членами общественного совета области, с депутатами области, с представителями МСУ мы говорили. Необходимо поднимать старые, которые у нас были, как бы схемы, старые артитектурные планы по ирригации земель вокруг Караганды и в Караганде. Потому что, наверное, помните переливной канал, который был на Юго-Востоке? Есть такой же, был переливной канал в районе Пришахтинска. К сожалению, со временем все это убрали. Я не уверен, что это верное решение. Ну, конечно, это неверное решение. Более того, скажу, я уверен, что это неверное решение. Но отмечу, что по итогам паводков, которые были до этого, в предыдущие годы, был построен хороший земляной вал в районе Кохпехты, то есть, который нас спас от определенной волны. И были проведены определенные работы по созданию ирригационной системы. И за счет этого Караганду топило не так сильно. Но, к сожалению, были места очень сильного подтопления. Это и Пришахтинск, это и Юго-Восток. Мы прекрасно знаем, что там вода прошла. Так что здесь отмечу, что, наверное, мы успели немножко подготовиться. А то, что мы помогали больше, ну, дай бог, чтобы у нас были силы помогать нашим ближним, и чтобы мы могли это делать. Так что это очень хорошо, что помогали мы, а не нам. Это мое мнение. Но при этом тут же Антикор озвучил, что из тех денег, которые выделяли на борьбу с последствиями, да, миллиард уже украли. Я не сотрудник Антикора. Я не следил, кто куда деньги украл. К сожалению, я хочу отметить, что коррупция есть в Казахстане. Но отмечу, что она есть во всем мире, если честно. И, ну, если кто-то украл, полномочные органы в этом пусть разбираются. Но на совести тех людей, которые на беде, на слезах в своих соседских клиниках делают деньги, ну, что могу сказать, значит, нету этой совести у этих людей. Ну, вы сказали, что были в момент паводка в Петропавловске, как раз, когда там самый пик. Не самый пик, в начале паводка. Да, я вам расскажу, если хотите. Да. В принципе, по служебной необходимости у меня была командировка в Омск. И я был в Петропавловске за два дня до большой волны. Я слышал настроение людей. Конечно же, это был и страх, это было опасение. Я посетил храм под горой, как он правильно, по идее, называется. Это собор Петра и Павла. Вот, я видел настроение там, людей, которые служат в храме, людей, которые живут храмом. Вот, конечно же, люди с печалью понимали, что это неизбежно. Я слышал о превышении уровня воды в Сергеевском водохранилище. Это как раз находится недалеко от города Петропавловск. То есть, люди ждали, люди опасались, люди были расстроены. И я был очень расстроен, когда через несколько дней, вернувшись с командировки из Омска, я опять был в Петропавловске, и я не смог подойти к храму, потому что улицы превратились в подобие Венеции. Конечно же, это больно, это страшно. Но при этом отмечу, что я лично видел и цистерны с водой, которые привозили жителям. Я знаю, что были проблемы с электроэнергией, но определенные меры были предприняты. И работа велась. Единственный момент, конечно, нам нужно для всех сделать вывод, что воссоздание плюса, скажем так, определенной работы по ремонту, по улучшению систем ирригации по всему Казахстану необходимы. То есть, весной мы страдаем... Вы знаете, гидрологи, они, например, возмущены, что это вообще ирригацией называют, потому что этот термин применялся еще во времена революции. А сейчас уже как бы... Вы знаете, я применяю, может быть, очень древний термин, но имеется в виду весной мы страдаем от обилия воды, осенью от ее нехватки. Да и летом. Отмечу, что один из экологов мне сказал очень интересную вещь. Наш канал Каныша-Сатпаева, который у нас идет от Артыша до Караганды, в свое время пополнялся талой водой. Все реки пополняются талой водой. Я расскажу, как это было. Это были созданы специальные малые... Система малых озер вдоль канала. И в течение лета постепенно вода допускалась в канал. Так как канал – это не естественная река, так как канал – это все-таки сооружение, извините, ирригационное, но так оно называется, насколько я знаю. То есть 65% воды, которая поступала в Караганду, это была не вода Артыша, это была талая вода. К сожалению, мы эту систему потеряли. Это тоже нужно воссоздавать. То есть нам предстоит очень большая работа. При этом, если мы проделаем эту работу, то я думаю, что мы и обеспечим себе определенный уровень, в том числе водной безопасности. Мы помним, по-моему, прошлую осенью, если я не ошибаюсь, конец лета, начало осени, наши сельскохозяйственники прям рыдали, потому что не хватало воды для полива. И в то же время мы спасем себя от большой воды, которая идет весной. В принципе, надо понимать, что Казахстан – это такая земля, где вода появляется весной и уходит летом, если ее не спасти, если ее не сохранить. А вот по поводу специалистов. У нас катастрофа просто чуть ли не во всех сферах. Вообще, президент, вы увидели озабоченность? Он вообще что-то с этим хочет делать? Я так скажу, что разговор шел об этом, но вот именно о специалистах я вот, может быть, я прослушал, предположим, человеческий фактор. Ну, вот мы говорим сейчас об ирригации, как вы называете, а специалистов нет. У нас есть вузы, которые могут это учить, у нас есть люди, которые могут этому учиться, плюс у нас есть вузы в сопредельных государствах, где можно учиться. Здесь другой момент. Нужны специалисты, но в первую очередь нужна система, системный подход. К сожалению, я, по крайней мере, хочу сказать, что где-то этого глобального системного подхода у нас не хватает. Это лично мое мнение. Но, опять-таки, я не специалист, чтобы утверждать это с полной ответственностью. Это взгляд со стороны и то, что я слышу от людей, которые к нам приходят в гражданский альянс, гражданские активисты, люди, пострадавшие от паводков, то есть в один голос говорят о том, что нам необходимо ту систему, которая у нас была, если говорить конкретно о городе Караганде, ту систему, которая у нас была, изучать, восстанавливать и работать. Потому что, к сожалению, определенные годы безхозяйственности или, скажем так, бурного роста дикого капитализма привели к тому, что многие схемы водоотвода были просто засыпаны почвой или заасфальтированы. Это, конечно, была большая ошибка. Это да. Как и вузы у нас. Ну, тоже число вузов сократилось. А уж училища раньше были, всякие ПТУ, СПТУ. Сейчас просто катастрофа. Позакрывались. Специалистов. Ну, скажем так, у нас стало больше юристов, чем специалистов. Да. Ну, это тоже определенный такой отклик той эпохи, когда все хотели быть юристами, а потом неизвестно, как работали, а я не буду говорить сегодня о системе нашего образования, потому что наша тематика другая. Но, конечно, считаю, что здесь необходима определенная работа. И, в принципе, работа потому, что рабочая специальность и человек труда должен вновь стать престижным, она ведется. Но, к сожалению, то, что разрушалось 30 лет, на мой взгляд, невозможно за 2-3 года восстановить. Хорошо. Что еще вам понравилось, что откликнулось? Вы знаете, в первую очередь мне понравилось и, наверное, откликнулось то, что из уст президента, это постоянно, кстати, звучит, и очень хорошо, чтобы мы это слышали, и не только слышали, и как бы руководствовались этим, говорится о единстве и солидарности казахстанской нации. То есть, казахстанская нация – это не один народ. Это народы, этносы, населяющие территорию республики Казахстан, это политическое образование. И вот парадигма, которая произносится, что мы разные, но мы равные, что паспорт гражданина Казахстана для любого казахстанца является символом его принадлежности к единому сообществу – это очень хорошо. И что раздувание вот этих вот моментов межконфессиональных, межэтнических, языковых, так далее, так далее, оно идет только на вред нашей стране. То есть, в настоящий момент мы должны понимать, если мы сможем консолидироваться, если мы сможем держаться друг за друга, то мы выдержим вот в той буре, которая сейчас идет, в той войне, которая сейчас идет глобальной. А если мы будем друг другу, извините, подножки ставить, сосед соседу, то нас просто-напросто, как той волной водяной, нас накроет волной политической. Но, с одной стороны, это вещи банальные, которые в Казахстане каждый знает, что да, у нас здесь все-таки дружба народов. Караганда – это вообще ярчайший пример, потому что у нас нации чуть ли не, наверное, больше всего по стране. Знаете, к сожалению, ну, я вам так скажу, сейчас идет очень сильная информационная волна. И она негативная. По сути, определенные, и в словах президента это тоже прозвучало, определенные силы и в нашей стране, и за рубежом настроены на то, чтобы наш, как нация, казахстанская нация не существовала. Я всегда говорю, это, ну, вот то, о чем я всегда хочу сказать. Земля Казахстана очень богата и интересна очень многим странам. Казахстанцы, как народ, интересны только сами себе. Мы должны это понять, и мы должны об этом постоянно говорить, постоянно напоминать. Потому что из средств массовой информации, особенно и президент, кстати, об этом сказал, особенно неофициальных средств массовой информации, инсинуации определенные ведутся. Очень часто в погоне за хайпом мы получаем хейт. Извините за вот такие английские термины, но они очень краткие, но в то же время хорошо говорят. То есть мы хотим рекламы, мы хотим чего-то яркого, а вместо этого мы говорим языком ненависти или создаем почву для языка ненависти. Очень часто этим занимаются те люди, которые в принципе в журналистике, но не журналисты, кстати. Вы это лучше меня понимаете. То есть очень часто блогеры, которые, к сожалению, даже не знают законов журналистики, они существуют, и не мне вам это рассказывать, хотя я знаю эти законы, потому что в свое время изучал их по своей первой специальности. То есть они не соблюдают эти законы. Они не понимают, что слово, информация – это очень мощное оружие. И если это мощное оружие, ему надо очень аккуратно пользоваться и направлять на благо, а не во вред. Так что вот эти моменты, кстати, мне очень понравилось, что президент обратил внимание на это. Отмечу, что да, мое мнение, надо все-таки доверять только официальным источникам информации. К сожалению, интернет превратился в такую, знаете, большую мусорку, где можно найти что-то полезное и хорошее, а можно найти что-то опасное и вредное. И, кстати, в этом отношении отмечу, что часть моей работы сейчас именно и направлена на то, чтобы разъяснять это в том числе молодежи. То есть надо уметь подходить с критическим отношением к той информации, которую ты получаешь. И нужно понимать, наверное, особенно работникам средства массовой информации, что пища для ума, она может быть как полезной, так и вредной. Так же, как и пища на столе. И нужно понимать, какую пищу ты даешь и зачем ты это делаешь. Все-таки в первую очередь для любого из нас своя гражданская принадлежность, гражданские права и гражданские обязательства должны быть во главе угла. Так что вот эти моменты президент говорил, и мне они очень понравились. Ну, я согласна, детей действительно сейчас, но вообще молодежь нужно учить вот этим, сортировки вот эти, чтобы понимать, да, и критическому отношению, потому что об этом сейчас и психологи говорят, отсюда и новые проблемы, наш и буллинг, который... старая новая проблема и все остальное, потому что, да, не только молодежь, все не... ну, это тяжело сортировать. А ответственности у народных журналистов нет практически. Да, у так называемых народных журналистов или блогеров, к сожалению, нет. Почему я говорю, что закон, который сейчас, в принципе, мы говорим, что блогеры должны тоже нести определенную ответственность за информацию, которую они дают, и это важно. Тем более, что современные средства массовой информации, я сейчас говорю не о телевидении, а больше об интернете, о социальных сетях, к сожалению, позволяют давать информацию быстро. Почему? Объясню, к сожалению. Человек, прежде чем давать эту информацию, должен ее перепроверить раз, три, пять, десять. Вот. И плюс к этому все-таки морально-этический кодекс у сотрудника или у человека, который решил, что все-таки он на Ниве информационно работает, должен быть этот морально-этический кодекс необходимо... он, в принципе, есть, но его необходимо доносить до каждого, скажем так, до каждого субъекта, который занимается этой деятельностью. Это важно, это нужно. И я так думаю, что этот вопрос тоже необходимо будет поднимать. Отмечу также, вот президент говорил о медиации. Я к вам сейчас выбрался с нашего трехдневного семинара по медиации. И наш семинар по медиации как раз в коллаборации с Домом дружбы ведется. Вот. Это медиация межэтническая, межконфессиональная. Это вопросы, которые нам тоже необходимо знать, понимать и уметь с ними работать. Потому что очень много вбросов, вбросов из-за рубежа делается на то, чтобы нас разграбить. А разграбить нас можно по простейшим признакам. По религиозному, по этническому, по языковому. И если мы забываем нашу государственность ради этих признаков, если мы забываем нашу принадлежность к тому, что мы граждане Казахстана, нас начинают гробить. Сначала гробят на эти части, а потом эти части начинают гробить дальше. У англосаксов есть такой хороший принцип, называется «разделяй властвуй». Он давно придуман, но, как вы сказали, это все старое и в то же время новое. Он работает, и нам нужно понимать, что это нужно противостоять. Я напоминаю, сегодня мы говорим, как бы делимся впечатлениями по итогам 33-й сессии Ассамблеи народа Казахстана и разговариваем с участником этой сессии, Дмитрием Полторенко. Дмитрий, ну и, может быть, напоследок скажите, как про поручения, которые дал президент, и что в итоге вам кажется самым важным? Вы знаете, я не могу сейчас... Я сразу скажу, что сессия была вчера. Многие моменты зашли в голову. Я еще, наверное, знаете, не разложил их даже для себя по какой-то там степени важности. Очень много было важных, нужных поручений в разных направлениях. Для меня все-таки самое важное, так как я работаю именно в этой деятельности, это понимание единства и солидарности граждан Казахстана. Вот если это единство и солидарность будет и в гражданском секторе, и в бизнесе, и вот везде, да, если мы друг друга будем поддерживать, а не пытаться утопить, то у нас есть шанс стать на самом деле сильным государством. Для меня, наверное, вот пока в моем моральном кодексе это самое главное послание. А так было очень много вещей, которые в разных сферах определенные острые углы обозначали, и, естественно, их необходимо решать. Но, наверное, самое главное для меня, да, чтобы вот эти поручения не остались громкими фразами, а были исполнены, были выполнены и были поняты. Поняты не как слова, не как лозунги, а понят их глубокий смысл. Потому что в словах президента было очень много глубоких, очень много продуманных и очень много полезных для нас слов. Поэтому самое важное сейчас нам, наверное, всем, может быть, даже прочитать то, что говорил президент, чтобы уяснить для себя, для каждого, каждый из нас найдет свое, чтобы уяснить для себя, что же ему важно в том, что было сказано. Где-то очень много было сказано именно по вопросам, кстати, и подтопления. Очень много было сказано о гражданской идентичности. Очень много было сказано о противопоставлении, скажем так, понимании противопоставления нас, как нации, и тех глобальных вызовах мировых, которые есть. То есть все эти моменты, они важны, и я пока как-то статус о рангах не расставлял для себя даже. Ну, а вообще как, по вашим наблюдениям, у нас гражданская сознательность у казахстанцев растет? Я так скажу, что гражданская сознательность у нас есть. Растет или нет, вы знаете, всегда были люди с активной гражданской позиции и люди, живущие по принципу «моя хата с краю». Я не буду говорить, что она там растет или она там понижается, она есть. И хорошо, что она есть. Плюс отмечу, что это было всегда, и это осталось. У нас есть чувство солидарности взаимопомощи. Вот как бы там ни было, вот в тяжелую годину мы забываем о нашей разности, и мы сразу же вспоминаем, что мы все одинаковые. Когда кому-то больно, мы переживаем эту боль и стараемся помочь. Вот в этом у казахстанцев есть очень большой плюс. То есть мы на самом деле очень духовное общество. Милосердное, да? Милосердное, духовное. Мы, кстати, не глубоко религиозные, вот в понимании вот такой, знаете, вот прям вот такой показной религиозности, да? Мы духовное общество людей, которые готовы пойти на выручку к своему соседу. Мы можем сегодня ругаться с соседом, а завтра, когда ему будет плохо, мы пойдем помогать. И вот в этом есть очень большая сила Казахстана. И, наверное, для меня самое главное вот это сохранить и преумножить с Божьей помощью. Дмитрий, спасибо вам большое за то, что нашли время к нам прийти. Спасибо за этот разговор. Напоминаю, в гостях у нас был Дмитрий Полторенко. Это президент Гражданского альянса и член Ассамблеи народа Казахстана. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова